Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог НашиДети.ру И сегодня я хотела бы поговорить с вами о том, как бороться с листью. Ну и вообще, мы все привыкли к тому, что сталкиваемся с листецами. И как говорили раньше, листец в любом сердце всегда отыщет уголок. Но не всегда на самом деле. Одно дело, когда человек просто делает вам комплименты, которые вы действительно заслужили. Вот вы что-то сделали, что-то делаете хорошо, вы сегодня великолепно выглядите, и вам делают комплимент, ничего не требуя взамен. Это приятно, это здорово, всем нравится. Но другое дело, когда листец ищет какую-то выгоду, и думая, что сделав вам пару комплиментов, он потом может что-то попросить взамен. И вы ему не сможете отказать по той простой причине, что он вам только что пел дифирамбу. Вот это уже больше сродни к манипуляторам, которые пытаются с помощью красивых слов сделать так, чтобы вы им бесплатно оказали какую-то услугу. На работе я столкнулась как-то с такой ситуацией. Значит, пришла коллега, и перед тем, как ей нужно было что-то попросить, она прям начала распинаться в комплиментах. Ой, как у тебя здесь красиво, как светло, всегда так чистенько, и ты всегда такая замечательная, на мото поля. И в первый раз это действительно сработало. Я с удовольствием послушала, чтобы мне говорят, да, я такая, да, 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 здесь все так замечательно, хорошо. А потом она мне попросила что-то сделать. Я сильно не придала этому значения, ну, для хорошего человека, чему бы не помочь. А помогла ей, и, значит, это было в первый раз. Во второй раз, когда она пришла и опять начала мне, значит, петь дифирамбо, я так подумала, так, стоп, что-то тут не то. Как будто бы я уже где-то такое слышала. И я так предположила, что сейчас она начнет что-то просить. Точно, она начала просить. На этот раз просьба была уже более существенная. Но я не знала, как же ей отказать. Потому что я, наверное, впервые столкнулась с таким способом манипуляции. Но я решила, что в этот раз я ей помогу. Но на будущее я обязательно почитаю специальные какие-то статьи, литературу. И буду знать, как защититься от подобных манипуляций. Ну, я посмотрела некоторые сайты, некоторые статьи. Очень многие писали о том, что нужно научиться говорить «нет». Причем это прямо делать в такой грубой форме. Прямо обрывать таких манипуляторов. Когда она пришла в третий раз, я прям слушала, да, 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 конечно, да, так и есть, так и есть. А потом, когда она, значит, начала что-то просить, я ей просто резко так очень твердо сказала. Она все ей говорила «нет, нет, 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 нет». И, знаете, чуть ли не с такой интонацией, ну, да пошла ты. Она ушла. Больше нико я не приходила. Долгое время даже не здоровалась. И поэтому мне показалось, что такая тактика, она не совсем правильная. Ее можно применять, наверное, в том случае, если вы хотите разорвать отношения с этим человеком и не хотите больше, чтобы он к вам подходил, чтобы он вам что-то говорил, рассказывал. Ну, а вы оказывали ему услуги. Поэтому мне это не понравилось. После нашего вот такого с ней разговора у меня у самой на душе остался какой-то неприятный осадок. Вот я такая вообще нехорошая, мне тут что-то, да, нахваливали меня, комплименты говорили, а я вот так все повела. Поэтому я решила попробовать другую метод. А листецов хватает. Таких вот, которые не просто листят, ребята, которые хотят получить выгоду, манипулятор, листецы такие, да, с ними нужно как-то уметь бороться. И мне понравился гораздо больше другой способ. Потом, когда приходил еще один человек и начинал нахваливать, и я знала, что... Причем это всегда палево. Когда вас нахваливают за что-то действительно, за ваше какое-то достижение, вот вы что-то сделали, да, реализовали, может, какой-то проект, и на следующий день вам говорят, как здорово, как круто, замечательно, это, наверное, просто комплимент. Или когда вы действительно там сделали кутновую прическу, подстриглись, покрасили волосы там по-другому, купили новое платье, и вам, ну, об этом скажут, что оно вам очень идет, например, хорошо сидит там по фигуре и так далее. Это тоже комплимент. Но когда вам начинают говорить какие-то банальные вещи, да, которые вы делаете ежедневно, а тут вдруг их заметили, да, там скажут, ой, а вы что, как-то по-другому уложили волосы, а вы с одной и той же прической и рыбий хвост ходите изо дня в день, или вы пришли в своем платье, которому уже там два года, и вы его тоже носите день до через день, и он скажет, ой, а у вас ловновка какая красивая к вам идет, вот здесь надо как-то подумать. Этот человек просто, наверное, хочет начать диалог, кинуть вам такого леща, подолистить вам, чтобы потом что-то с вас поиметь. Поэтому я стала делать по-другому. Когда приходят, вот я чувствую, что приходит такой манипулятор, и он начинает разглагольствовать передо мной, стелиться в лепешку, говорить какие-то такие комплименты, которые и так мне известны, и я понимаю, что он сейчас вот-вот что-то начнет просить, вы должны выслушать его комплименты, но не дать ему успеть что-то попросить у вас. Вы должны его так прервать, как бы, да, и сказать, ой, как здорово, что вы все это заметили, мне так приятно это слышать именно от вас, потому что многие люди ведь делают комплименты лишь для того, чтобы потом что-то с меня попросить. Но я-то понимаю, что вы человек не такой, и вы искренне обо всем этом сказали спасибо вам. Заходите всегда ко мне, мне будет очень приятно. И если человек пришел действительно с целью что-то с вас поиметь, обратите внимание на его лицо, оно будет просто офигевшим. То есть он-то говорил, 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 он думал, что вот сейчас для меня все сделают за так, за бесплатно, быстро и дешево. А как вот после таких слов спросить? Но если все-таки у него хватит наглости у этого человека, даже после ваших таких о нем рассуждений что-то с вас спросить с помощью своей манипуляции лезтью, то вам нужно ему будет отказать и сказать, что я вообще-то думала, что вы не такой, а вы оказывается точно такой же. И сейчас это все говорили лишь для того, чтобы воспользоваться. Нет, я вам не только поэтому помогать не буду. И этот способ мне очень нравится, потому что я уже пробовала его применять. отношения с этими людьми не ломаются, как, допустим, в предыдущем был способе, когда вы очень грубо говорите «нет», и потом человек вообще не хочет с вами разговаривать, наверное, по какому бы он. А здесь вы ему дали понять, что вас не так легко обмануть, что вы не поддаетесь на провокацию, на такую манипуляцию. Так что, если этот способ для вас приемлем, пожалуйста, пользуйтесь. Всем спасибо, всем удачи. И я надеюсь, что не в сердце каждого листец тысяч уголов. Пока.